всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала раз вы попали на мой канал не забудьте подписаться кто еще не подписался потому что на этом канале вы увидите много всяких вкусняшек по игре аркейдж вот а раз мы уже с вами здесь собрались сегодня нас ждет видео по перевозке паков в обновлении 1.2 итак давайте приступим же не будем затягивать я нахожусь плато соколиной охоты вот вообще видео будет из всех регионов я буду вести паки на полуостров рассвета из всех безопасных регионов мы с вами привезем по одному из паков которые есть в наших пока делках сейчас я нахожусь в плато соколиной охоты и первых два пака которые мы будем вести это набивка для тюфяка и яблочные оладки и так для набивки для тюфяка нужно 30 гусиного пера и 50 лекарственного порошка для яблочных оладок нам нужно 20 яблочек и 50 измельченных злаков вот так как у меня профессия торговли уже прокачана в 20000 для меня это стоит 57 очков работы сделать такой пак для вас если у вас не прокачанная профа будет стоить 60 очков работы что еще хотел сказать на 11 09 такой пак с пером стоит перо стоит сколько там нас штук 30 штучек пера стоит 1 95 голды и 50 лекарственного порошка стоит 3 25 и того ссори ссори и лидер но сегодня никак сегодня у меня немножко другие планы мы не будем отказываться так отодвинем дабы не привести к агрессии и лидера кто-то он увидит что я отказался пускай повисит вот так перебили меня смысле ага и того у нас получается давайте будем калькулировать это все дело калькулятором потому что потому что мы медведи так 1 95 после работы устал башка не варит и 325 и не хочу напрягать мозги и того у нас получается 5 и 2 если покупать на аукционе и плюс сертификат торговца давайте глянем сколько стоит сертификат торговца это я давно покупал сертификаты сейчас 50 серебра ну ничего вроде не изменилось также он не стоил 50 серебра и так друзья я поехал и уже включусь возле сдачи паков и так дорогие друзья приехали как вы видите я даже специально поставил таймер для того чтобы время вычислить и так как вы видите еще никто не сдавал здесь пак это получается яблочные оладки они стоят 652 если на них цена 130 процентов окей вспоминайте что я говорил в начале видео сколько стоит себестоимость его чтобы я сейчас не пересчитывал и этот а этот был бы немножечко дороже а это если гопнули получается а этот был бы немножечко дороже минус 4 процента у нас здесь идет и так получается что тот пак что тот пак стоит грубо говоря четыре с половиной шесть с половиной голды вот потратили мы на это 20 минут и так получается за 25 минут одним большим трактором мы можем зарабатывать на оладках и на усином пире 45 голды вот это минус еще три топлива отсюда потому что ехал я на топлячке пожалуй теперь давайте дорогие друзья посмотрим так сейчас я остановлю таймер один момент сброс да и так теперь мы с вами отправимся хочу я полететь в древний лес он у нас по самые дальний и посмотрим что же в древнем лесу у нас крафтится как какие паки у нас делаются в древнем лесу итак дорогие друзья смотрим здесь мы можем сделать это древний лес у нас не забыли здесь мы можем сделать фруктовое молоко для этого нам нужно 10 молока и 15 свежевыжатого сока и так на 11 0 9 2014 на сервере never получается у нас сейчас я вам скажу точно 30 сейчас сейчас одну секундочку смотрю показания свете что я переписал она получается у нас 10 молока стоит у нас 30 серебра а 15 свежевыжатого сока стоит 82 серебра итого у нас этот пак с учетом сертификата торговца получается полторы голды так запишем себе 1 и 5 голды и 10 граната смесь специй для вина 10 граната и 50 молотые специи сейчас я сяду на тракт тора то тут стоят всякие незнакомцы итак смотрим 50 специй стоит 72 серебра серебра и 10 граната стоит 2 голды и того у нас получается три с половиной голды поехали в астеру и посмотрим сколько же на это будет по деньгам стартую таймер поехали поехали сказал вот так и так дорогие друзья мы прибыли на место и так вы видите где-то и ехал приблизительно 28 минут я там отходил ставим на паузу таймер так что приблизительно где-то 30 минут ехал смотрим фруктовое молоко фруктовое молоко у нас стоит 636 как вы помните себестоимость затраты у нас полторы голды на фруктовое молоко то есть чистыми мы получаем 5 голды потому что цена у нас идет 126 процента 126 процентов и если было бы у нас 130 процентов то это было бы ровно 6 половиной голды ну чистыми 55 голды так дальше поехали гранат гранатовая а у нас затирка они поднял я и подыму как она там правильно уже не помню смесь для гранатового вина и смесь для гранатового вина у нас вот стоит полная цена никто его еще пока что не возил стоит она 656 130 процентов так как я и говорил получается 656 я думал чуть дороже будет ну короче чистый выхлоп у нас за граната идет ну поменьше чем с молока молоко получается даже если на аукционе покупать три голды минус это получается три с половиной голды три голды если на если с аукциона покупать получается наши ингредиенты ну сдаем мы все равно в любом случае оказываемся в плюсе плюс качаем себе торговлю вот дальше следующая локация куда я полечу так остановись таймер дальше куда я полечу смотрим на карту нашу откуда мы попробуем так с плато из древнего леса мы возили поющая земля до полетел я в поющую землю на пока делку посмотрим что там за парке и посмотрим их нее цен и так ребята я в поющей земле возле пока делки она находится вот здесь смотрим поющей земле у нас ароматические подушечки для которых нужно козья шерсть и измельченные лепестки цветов и терпкое вино для которого нужно вишня и тоже измельченные лепестки цветов и по ценам по ценам на 11 09 2014 25 козьей шерсти стоит 80 серебра серебра на аукционе а 50 лепестков 50 лепестков стоит 50 серебра так смотрим дальше ароматические подушечки да вино это были ароматические подушечки шерсти а вино у нас немножко подороже получается вишня дорогая у нас 238 голды и лепестки 50 серебра то есть получается один лепесток одно серебро и того у нас получается себестоимость пока если покупать на аукционе вишневое вино у нас получается три голды даже 330 потому что еще патент нам нужен а козья шерсть у нас получается 1 и 8 до 130 без патента даст патентом 18 так извините не патента сертификат на сертификат торговца так создать создаем паки и сейчас я поеду уже в астере включусь так дорогие друзья вот я уже приехал на сдачу так глазик поехали снимаем бам-барам бам-бам так что значит невозможно все возможно что-то лагает по подушечки значит сдаем подушечки смотрим цена у нас 130 то есть максимальная цена и стоимость 498 а подушечки у нас по себестоимости 1 и 8 1 и 8 то есть с подушечек у нас три голды частяком это мало я вам скажу это мало так а с вишни с вишни у нас 498 тоже но вишня пипец какая дорогая что могу вам сказать вот я так понимаю что смысла дальше делать обзор нету потому что вы понимаете чем ближе мы находимся к астере еще раз напоминаю вам я не делаю обзор не делаю обзор с небезопасных зон то есть да можно из хазиры вести я не спорю можно из хазиры вести через всю карту и будет очень много там голды где-то 11 наверное с хазиры если вести пак вот а может и даже и больше я не знаю но проверять не хочу потому что это будет куча потерянного времени тут кругом идут этапы и по-любому где-то меня здесь гопану по пути мы сейчас рассматриваем чисто безопасные чисто стабильный заработок вот получается что самые выгодные это древний лес и платошка вот ну древний лес немножечко выгоднее по времени немножко дольше буквально на минуты на четыре где-то дольше но по день по денежке выгоднее если с платошки под пять с копейками то с древнего леса на голду больше вот так что возите паки и я бы вам советовал еще синистры возить пак на обратном пути выбирайте себе свой маршрут какой вы хотите еще раз повторяюсь по этот самый просматривать тигрины хребет махадеби или радужные мы не будем потому что ну потому что ну можно разве что радужные еще посмотреть ну давайте ладно ладно сам себя уговорил короче радужные еще посмотрим потому что радужные тоже идут через четыре локации это получается радужные тигрины и махадеби и астера а тут тоже раз два три четыре и цена тоже большая все уговорил себя полетел в радужные и так ребята вот я в радужных песках пока делка у нас находится здесь очень недалеко от тигриного хребта мы прям в тигриный хребет дальше махадеби и полуостров рассвета итак смотрим что у нас здесь получается ой в этой локации у нас маринованные яйца надо 30 марин 30 яиц блин яйца даже мариную так 30 яиц они у нас стоили по кинбак так яички 40 серебра 30 штук стоили молотые специи 50 серебра то есть по одному серебру а вот и получается у нас здесь сколько у нас получается себестоимость 1 и 5 голды и толченая куркума у нас тоже так пак с куркумой у нас идет по таким ценам куркума к сожалению на рынке дорогая 2 10 голды стоит куркума 60 что я попустила измельченные лепестки они стоят 50 серебра вот и это у нас получается 260 и плюс сертификат торговца 310 то есть куркума на дороге получается она и так дорогие друзья я поехал так стартуем таймер я поехал-поехал уже включусь вас стоит так дорогие друзья как вы видите я на месте подымаем свою задницу достаем пак это у нас куркума или куркума кому как удобней и она стоит стрит 130 процентов она стоит 5 голды 70 серебра плюс-минус но 570 грубо говоря так а что же у нас стоит блин наш наш уж такое уже было достать пак что что чудишь дружище давай 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 быстрее еще так то же самое получается маринованные яйца тоже 570 ну можно округлить до 6 но лучше не надо короче 570 стоит и так дорогие друзья я так думаю что на этом уже точно теперь можно подвести итог каждый для вас сделает свой вывод что и как ему возить какие паки откуда безопасности не в безопасности конечно самый дорогой пак будет у нас из хазиры сюда на полуостров рассвета это будет самый дорогой пак кстати мы можем даже посмотреть что это будут за паки товары восточный материк там там хазира место продажи полуостров рассвета поиск итак смотрим а хазирские лечебные перины возит народ хазирские лечебные перины видите но не сильно не сильно потом у нас пьяленые припасы хазиры ароматный чай груз домашней наливки из хазиры груз меда из хазиры груз зрелого сыра из хазиры ну как видите есть сколько это стоит не знаю но мы обязательно с вами протестим это будет вторая часть данной тематики и мы обязательно это с вами протестим посмотрим сколько же стоят хазирские паки а сейчас все дружненько ставим пальчик вверх кто не успел подписаться на канал обязательно подписываемся я думаю вы не пожалеете потому что тематика заработка голды варчейдж варкейдж остается как всегда популярной это одна из самых болючих тем в этой игре так как нас ограничивают в заработке очки работы очки работы нас сильно больно ограничивают все всем пока пока палец вверх подписка до скорой встречи а а а а а